Сегодня я хочу рассказать о фильме «Далёкие близкие». Российский фильм 2022 года. Очень симпатичный, можно даже сказать, что обречённый на зрительскую любовь. Но, конечно, нынешняя зрительская любовь, она во многом зависит от состояния нашего проката, о том, как фильм в дальнейшем будет презентован либо на стриминговых каналах, либо позднее на телевидении. И вот если он дойдёт до зрителя, то наверняка те зрители, которые его всё-таки посмотрят, которых убедят либо телеканал, либо те же стриминги, его посмотреть, те наверняка останутся довольны, потому что это такая, по-хорошему, щемящая, такая чувственная картина, довольно простая по своему сюжету. Но, в общем, в данном случае эта простота вполне оправдана, и тут не требуется каких-то особых мудрств. Это фильм режиссёра Ивана Соснина, он же автор сценария, и довольно-таки простой, опять же, и, если не сказать даже банальный, рассказ о взаимоотношениях отца и сына. Тысячу раз мы подобные фильмы видели, начинаются они все одинаково, отец и сын не понимают друг друга, отец, может быть, и тянется к сыну, но сын молодой, горячий, отца отталкивает, отец это нечто уже старое, прошедшее, отец, конечно, это человек былых времён, и, в общем, сам по себе, и все его представления о жизни такие старомодные, и тогда как сын он устремлён в будущее, ну, в общем, видали мы такого в больших количествах, и, конечно же, отправляясь в некое путешествие, в данном случае довольно-таки большое, которое из Хабаровска, вот куда-то вот поближе к Москве, ну, во всяком случае, в центральную часть как бы России, а вот они едут через всю страну, и вот за это время они узнают друг друга лучше, проникаются друг к другу, и уже прям не разлей вода, прям вот отец и сын нашли друг друга. То есть вот подобного рода сюжеты, опять же, мы видели во множестве, не только про отца и сына, может быть, и про мать и дочь, может, просто про каких-то там друзей или даже незнакомых людей. В данном случае далёкие и близкие, они не открывают никаких таких новых горизонтов, но в любом случае сделано это совсем неплохо. По-своему даже обаятельно, в некоторых местах смешно. Это смотрится, это картина небольшая, что по нынешним временам даже редкость укладывается в полтора часа, то есть вот такой, ну, вроде бы раньше стандартный формат, а теперь вот даже приходится это отдельно отмечать, потому что все фильмы стали такими большими, два часа это как минимум, то тут вот по старинке вот такое вполне себе такое зрительское кино. Конечно, может быть, это не фильм, рассчитанный на какие-то многократные просмотры, но если даже второй раз мне он где-нибудь попадётся, допустим, как-нибудь действительно он будет идти по телевизору, то почему нет, можно и оставить. Конечно, есть какие-то там к нему, может быть, претензии, но сперва следует сказать, что, конечно, для российского профессионального сообщества, наверное, этот фильм в первую очередь будет ассоциироваться с тем, что это последняя или одна из последних, вот я бы сейчас не точно сказать, работа Евгения Сытова, замечательного совершенно артиста, ну, который, наверное, просваивался в первую очередь благодаря фильмам Бориса Хлебникова, вот, и не так много он, может быть, таких ярких образов создал в нашем кино, но, тем не менее, всё равно образы заметны, то есть, не будучи вот звездой в таком большом понимании этого слова, может быть, не самое узнаваемое имя, может быть, не самая узнаваемая даже внешность, но, тем не менее, для вот российского такого кино, которого мы понимаем всё-таки под авторским кином, а вот не сериальным, Евгений Сытый, это был, конечно, заметный актёр, вот одной из лиц этого нового кинематографа, пришедшего к нам в 2000-е годы, и, конечно, необычайно жалко, что он так рано от нас ушёл, и вот эта картина, судя по всему, ну, заметна, что он снимался в ней уже, будучи больным, это можно судить даже по его внешнему виду, и вот какой-то такой трагизм даже его героя, который, вроде бы, это не говорится на словах и даже словами опровергается, что вот якобы он отправляется в последнее своё путешествие, а может, больше и не будет таких, вот, то есть там в фильме сохраняется вот некий оптимизм, что это, в общем, ни слова нет никакой болезни, но вот зная, собственно, о болезни и об уходе Евгения Сытого, конечно, воспринимаешь эту картину несколько иначе, вот, ну, всё равно мы верим, что вот экранный герой его остался жив, и вот, что у него наладились отношения и с сыном, и вот с той женщиной, к которой он стремился, и, может, и у сына там тоже что-то там наладилось, вот, то есть хорошие актёрские работы, вот, и, скажем так, второпланового состава, это и вот сын Филиппа Авдеев, и девушка, которая попадается им на дороге, вроде бы они проезжают с ней не так уж много, у неё не так много времени экранного, но вот обаяние Екатерины Агеевой, оно столь сильно велико, мы эту актрису помним вот по главной роли в фильме «Фея» Анны Мелькианна, ну, где она вот совершенно блистала, и вот здесь она вот как бы в какой-то мере этот образ повторяет, образ такой улыбчивый, немножко наивный, порой может даже показаться глуповатой девушке, но вот, но тем не менее она очень всё равно обаятельна, и вот Елена Яковлева, которая играет ту женщину, в которой стремится главный герой из Хабаровска, и которая потом в финале в ответ стремится к нему, ну, любопытный такой сюжетный ход, вот тоже они все, в общем, большие молодцы, и благодаря вот их какому-то отношению, вот может быть, такому картине, к её сюжету уважительному, что ли, вот, но при этом такому не высоколобому, а вот такому вот, ну, вот, простому такому человечному, может быть, всё это и складывается, складывается вот интонация этой ленты. Она, мне кажется, в любом случае всё равно весьма неровная, как я уже сказал, она вроде бы составлена, сшита из каких-то таких понятных кусочков, но они не очень прикладываются друг к другу, то есть они на свою какую-то такой работают в каком-то определённом таком сегменте, а дальше вот их смысл немножко теряется, вот вступление, допустим, герой школьный учитель, ну, он обрисован, конечно, как учитель вредный, учитель такой, как бы, ну, не самый любимый, который готов, в общем, пойти на конфронтацию с другими педагогами, а с другой стороны, в финале он вроде уже душка, там, льва играет в театральном спектакле, может быть, конечно, это его путешествие так изменило, но с другой стороны, ну, так ли уж быстро люди меняются. Или, допустим, вопрос, что дают нам короткие остановки героев на пути, то они заезжают вот к приятелю, главного героя, который, с одной стороны, показан таким персонажем нелюдимым, остройство, ну, вот где-то у него есть приятель, давний друг, который вот его там встречает, и к чему этот друг, какую роль вот он смысловую играет, что он дал этому сюжету, возникают вопросы, на которых вот как бы особо нет ответа. Или вот они оказываются в гостях у одной бабки, и бабка говорит, что готова их чем-то там накормить, ну, вот давайте вы мне убейте свинью, я вам ее и приготовлю. Они наутро эту свинью, значит, крадут и увозят с собой, оставляя по-честному денежку какую-то, что вот-вот-вот это на мясо там свинья была заготовлена уже, ее судьба предрешена в плане подарка, угощения будущим гостям. То есть они как бы не своровали, они как бы ее купили, уж не знаю, насколько по рыночной цене, но тем не менее. Ну и вот да, то есть милый анекдот, своровали свинью, ну а что с ней дальше, в общем. То есть если так задуматься, да, на какое-то время она найдет пристанище в другой семьи, вот ее вроде забирает с собой вот эта девушка, которая играет Екатерина Агеева, которая тоже вот благодаря этому путешествию, ну, находит в себе силу позвонить вот родителям, позвонить маме, и потом, как мы понимаем, со свиньей вот она в свою родную семью туда отправляется. Ну, в общем, тоже как бы так и задумываешься, ну и что это там свинья будет делать, как бы неужто ее судьба будет изменена от этого. Ну, вот так можно фильм разбирать по кусочкам и задумываться, в общем, а все ли в нем хорошо. То есть просто он собран, как такое лоскутное дьявол, вот одна сцена, вот другая. Ну, а их как бы, ну и вот, вот опять же, путешествие по России. Ну, вроде бы, да, сколько мы видели подобного рода американских фильмов. И там, как бы, действительно, если герои едут по России, ой, по своей Америке, ну, там все красоты, в общем. То есть и такие, и сякие, и какие-то достопримечательности. Ну, то есть, в общем, конечно, они это путешествие лучше отрабатывают по полной, показать страну. Здесь, ну да, здесь вот огромное количество съемок вот с верхней точки, что, не знаю, сейчас, наверное, не с вертолетов, а с квадрокоптеров. Вот их, значит, эта машина, вот их едет, едет, едет куда-то и вот эти вот... А складывается ли ощущение вот огромной необъятной страны, которой есть, что посмотреть? Вот я про себя так не могу сказать. Ну, да, они едут куда-то. А что они увидели? Ну, они увидели, конечно, природу, да. Полезен ли этот фильм, скажем так, с банальной туристической точки зрения? Подскажет ли он нам какие-то направления? Вдохновит ли он? Вдохновил ли он лично меня на какие-то путешествия? Да нет, не могу сказать, что-то я прям готов сейчас вырваться и вот поехать и вот что-то увидеть в России. Ну, что вот, что вот эти поля, леса наши. Вот вроде бы там все вот эти натурные съемки, они очень выразительно сделаны. Там Байкау есть, допустим. Ну, что было бы странно, если бы обошлись без Байкау, допустим. Ну, вот Байкау. Ну, вот. А что еще вот, как бы, за что зацепиться вот какие-то яркие... Ну, что вот они, проезжая, не увидели каких-то еще ярких мест, построек, может быть, каких-нибудь домов интересных, что-то еще. Вот тут возникают вопросы к этому фильму. Почему так мало, вот, собственно, нашего, вот, как бы, именно российского нашего мира? Я не говорю о каком-то там трущобах, или, не дай боже в данном случае, в данном случае этот фильм не претендует на то, чтобы показывать какую-то некрасивую Россию. Ну, вы хотите показать Россию красивую, ну, так покажите. А она показана очень банально, очень стандартно, без какого-то, без каких-то изысков. То есть герои, да, они едут целенаправленно, они не едут путешествовать по России, у них все-таки есть некая цель от точки А к точке Б, хотя там есть такой момент, что все-таки этому герою главному, так как он учитель географии, дают задание, ну, ты снимай тогда, веди какой-то такой видеоблог, вот, рассказывай своим ученикам, вот, о своей поездке, что ты видел. Ну, и что он рассказал? Ну, возникает, ну, не то, чтобы многого рассказал, не то, чтобы вот как-то так что-то мы познавать, но вот здесь можно было бы эту всю историю расширить, что тогда уж, ну, покажите Россию, ну, не только на примере Байкала. Наверняка можно было еще найти какие-то точки, точки, основки, которые бы нам запомнились вот с этой точки зрения. Вот. Но, видите, я, с одной стороны, вот так многословно картину критикую, а с другой стороны, не имею ничего против. Хороший фильм, по-своему достойный, ну, зрительский, приятный. Тут ведь очень важно, что, да, можно придираться к фильмам, допустим, к тому или иному, по каким-то отдельным моментам, но если все складывается, если все ты смотришь с интересом, если есть интонация, если складывается вот атмосфера, если между персонажами картины есть вот своя химия, ну, и между артистами, если вот как-то в едином таком вот своем образе это производит приятное впечатление, ну, так вроде, а зачем обращать внимание на вот какие-то частности, на какие-то отдельные неудачи, может быть и не надо обращать внимание. В целом-то все вроде ничего. И, конечно, ну, в этом отношении, так как все-таки можно сказать, что картина зрительски сложилась, хочется ей пожелать все-таки такой дальнейшей, такой зрительской судьбы, чтобы она никуда не пропала. Фильм вот, да, фильм мог бы быть лучше, но и то, как он получился, он получился довольно-таки симпатичным, опять же, все-таки, ну, благодаря тому, что вот эта роль Евгения Сытова, у которого на самом деле ведь главных ролей его и не было, наверное, вовсе, если были, то, ну, очень немного, то есть, как правило, он появлялся вот в кадре ненадолго, а тут все-таки действительно большая главная роль, но благодаря этому фильму мы действительно, вот, многие только узнают этого артиста, ну, а мы вот те, кто его знали, ну, вот запомним, вот, его и таким еще. А вот, так что, в целом, вот ругая-не ругая, все равно основной вердикт, что фильм получился очень милый, очень симпатичный, и, ну, как минимум, вот, на один раз, а может быть, даже если там пойдет, может быть, и ностальгия даже по этому фильму возникнет, не могу этого отрицать, он очень даже подходит. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...